Гололёд, сугробы спустя полтора недели после снегопада и свисающие сосульки. На полевой 68 хозяйство в запустении. Управляющая компания в последний раз направляла сюда спецтехнику и дворника 4 февраля. Вместо дворовой дороги и тротуара – каток. По двору по-нашему вообще ходить нельзя. Один лёд сплошной. Я не понимаю, дворник есть или нет. Хотя бы чем-нибудь посыпали. На Кирово 227 дворники попытались расколоть лёд рядом с подъездом, но безрезультатно. Правда, по мнению директора управляющей компании «Новая Самара», ничего страшного нет. Ситуация, на мой взгляд, не совсем опасная, потому что на сегодняшний день на управлении «Новая Самара» находятся 250 домов. Два адреса тут просто физически могли не успеть. Работники ещё одной управляющей компании «Чайка» тоже никуда не торопятся. А с крыш доверенных им домов скоро рухнет снег. Коломенский переулок 7. Здесь, наверное, месяц уже не ступала нога дворника. Выпал снег, потом подтаял и грянули морозы. Образовался каток толщиной больше 10 сантиметров. По нему может пройти, наверное, только хорошо подготовленный спортсмен. Возмущению жителей нет предела. А что, невыносимая? Человек ребра сломал. Из-за дороги. Скользко кругом. Невыносимая идти. В больницу Пирогова по состоянию на начало недели обратилось уже почти 600 пострадавших с ушибами и переломами. Горожане направляют информацию о проблемных адресах и через социальные сети. Итого 1151 обращение. 93 обращения прошло к главе города. Первое. Организация работы и выводом всех. В том числе я к директорам управляющей компании АУПа на территорию. Второе. Это применение антигололедных реагентов. Я попрошу единственных своим коллегам, которые главам района, в первую очередь, жесткий контроль за работой управляющих компаний. У нас есть этот механизм вывести управляющих микрорайонов. Ижесточайшая ситуация здесь. То же самое в совокупности. Я попрошу скоординировать эту деятельность директором муниципального предприятия ГАТИ. Погодные условия, которые сложились в течение конца 2019-го, начала 2020-го года, длительными промежутками оттепеля относительно небольшими снегопадами, представляли возможность для полной очистки территории городского округа от снега и на льд. Однако, несмотря на такую обстановку, всеми участниками компаний по зимнему содержанию территории были допущены серьезные нарушения организации работы. Не изменялся рабочий день дворников, не использовалась вся техника, которая имеется в наличии. Упущены возможности по уборке растающих снега и льда. И в целом были созданы условия для образования беспрецедентного гололеда на большей части территории города. Пока городская власть дает управляющим компаниям шансы справиться. На устранение недочетов дали три дня до понедельника. Крыши, тротуары, выходы из подъездов и дворовые дороги должны будут блестеть чистотой, а снег и лед вывезен на полигоны. А через три дня оценку работе коммунальщикам дадут надзорные органы, ГЖИ и прокуратура. Наибольшее количество нареканий вызывает работа более 20 управляющих компаний. Но спуска никому не будет. Все виновные будут наказаны. На первый раз ГЖИ области будет составлять протоколы на должностных лиц, чтобы усилить персональную ответственность. Крупный штраф заплатят директора нерадивых управляющих компаний. 50 тысяч – минимальный штраф. Да, достаточно серьезный. Достаточно одного факта установить невыполнение обязанности управляющих компаний по содержанию многоквартирных домов. С понедельника уже ЖИ будет организовывать проверки по всем этим адресам, которые сегодня были озвучены. Потому что, если управляющая компания не понимает, что нужно сработать на предупреждение, тогда мы уже будем принимать такие крайние меры, составлять протоколы. Если ситуация на участках не изменится, обратился к собравшимся Владимир Василенко. В дальнейшем надо рассмотреть вопрос о возможности лишения лицензии тех, кто не желает работать своевременно и качественно. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.